Сейчас хочу перевести всеобщее внимание на человека, который первым выбыл из нашего проекта еще на моменте голосования. Самый, пожалуй, сложный был момент у тебя, Паша Ли. Сегодня ваш друг, ребята, так близко к вам. И уже в качестве... Давай, Паша, будем смелее говорить в качестве начинающей звезды. Потому что у тебя есть продюсер Анастасия Приходько, музыкальный продюсер. Именно поэтому у нас здесь достаточно неожиданный такой вот симбиоз, о котором бы мы сейчас хотели подробнее поговорить. Прежде чем я скажу какие-либо слова, мне бы хотелось отсюда пересесть. Мне здесь очень некомфортно. Рядом с продюсером? Интересно. Мне здесь комфортно. Я даже пойду не один. Так, к фабрикантам. А, пускай вспомнит, как это находиться среди фабрикантов. Прекрасно. Настя Приходько и Паша Ли уже переместились. Вот, вот здесь как-то роднее уже. Поместились. Понятно. Начал командовать. Я хочу сказать, во-первых, наверное, слова благодарности всем тем людям, которые творят такие проекты. Огромное вам спасибо за то, что вы зажигаете новых людей в будущем звезд, в будущем артистов. С каждым разом я наблюдаю, как ребята растут. С каждым концертом они открывают себе по-новому. Это благодарность, конечно, всем ребятам, которые работают над педагогией, я их имею в виду. И, конечно же, Косте Меладзе. Это потрясающе. Просто потрясающе. Спасибо вам огромное за то, что вы дарите людям шансы. Такой шанс подарили и мне. Вы знаете, когда я прочитал в интернете статью о том, что Паша Ли, выбывший фабрикант, аутсайдер проекта «Фабрика звезд». Нет, друзья, не аутсайдер. И рубрика, знаете, это очень здорово называется «Щенэвсе». Очень хорошее название, очень кстати и уместно. И я просто всем хочу ребятам, которые здесь сейчас находятся со мной на этой сцене, сказать, что перед тем, как вы сюда пришли, вы жили в одном мире. Когда вы попали в звездный дом, вы реально попали в другой мир. И когда вы выйдете из звездного дома, вы попадете в третий. Так вот, я вам желаю сил и терпения, побороть все трудности. Я вам желаю самого главного, не теряйте себя, вот творчество не теряйте. Спасибо, Паша, пожелание твое мы услышали. Путешествие между параллельными мирами продолжается. Передай, пожалуйста, микрофон Насте. Настя, скажи, это репетиция материнских чувств по отношению к Паше? Это игра или ты действительно будешь музыкальным продюсером? И если да, и все это между вами всерьез, скажи, пожалуйста, почему именно Паша Ли? Ну, честно, не в обиду вам, братишки. Я изначально хотела, чтобы Паша был в звездном доме. Потому что как-то он сразу на меня произвел впечатление и покорил меня своей добротой, стремлением и желанием. Сейчас уже готовы три песни уже практически новых, которые сделали я и мой брат. И делает аранжировку Дмитрия Климошенко, поэтому работа идет полным ходом. Я считаю, что честно, вот я когда смотрю, я перед вами тоже, извините, я бы так рыдала от того, что здесь говорят члены жюри, честно. Если я в звездном доме без одного слова плакала. Я не знаю, как, ребята, у вас хватает духа, потому что мне очень понравилось, этот, Дима Каледенко сказал, беляш съела никакого удовольствия. Это была прекрасная фраза. Я бы от этого ревела, вы уже сама бы ушла. Вы молодцы, потому что у вас намного еще сильнее школа, потому что Костя Меладзе сделал в России такой разогрев, а тут уже капитально вот так просто решил. Это здорово, это хорошо. Я вас поздравляю, поздравляю, что это Ридна Нэнька Украина, поздравляю, что это прекрасный новый канал и поздравляю, что это Костя Меладзе. Ура! Я думаю, что Настя Приходько не очень обидится на нас, что мы ее разлучим буквально в январе с ее подопечным Пашей Ли, потому что вас, дорогая наша Украина, целых 27 городов ожидает тур «Фабрик и Зирог», поэтому вы там встретите всех, кого вы любите и не очень, симпатизируете и так далее. Первыми, первыми встречайте фабрикантов кто? Симферополь, Севастополь? Не, это не первыми, это аж в феврале Белая Церковь, 8 февраля, Житомир, 11 Винница, 12 Ахмельницкий, 13 февраля. Про январь вы знаете, вам об этом говорил уже Андрей. Так что не пропуститесь в января, ждите фабрикантов в вашем городе.